Пошел, Руслан, но на первую очередь у вас не наработает. Последняя репетиция перед спектаклем праздник непослушания детской группы театра «Анверприз». То, что в театральном словаре называется прогон. Режиссер Оксана Король мобилизует все силы и желания маленькой по возрасту, но не таланту труппы. Ведь театр – это праздник послушания, режиссера, творческая задача, коллективу в конце концов. А у нас родители дома нет! Шалости – только в рамках сказки-притчи Сергея Михалкова о городе, который покинули взрослых, устав от ужасных детей. Премьера музыкального спектакля состоялась 23 апреля. За это время в труппе произошли некоторые перестановки по семейным обстоятельствам. Ответственность повысилась. Зрители, не желая того, будут сравнивать два состава. Но маленькие артисты полны энтузиазма. Автор сказки-притчи обращался не только к детям, но и взрослым. Противник анархии, он на детском примере показал ее печальные плоды. «Свобода не отрицает порядка», – говорил председатель Союза советских писателей. Написанная в 1971 году, пьеса Сергея Михалкова была переведена на многие языки. В ФРГ она называлась «Ура! Вастуют родители». В психологии сюжет пьесы называется «Детский негативизм». В интерпретации театра «Антерприза» притча звучит не социально, а призывает любить детей такими, как они есть, прислушиваться к их мнению, давать им необходимую свободу, ведь они такие живые, талантливые, нестандартно мыслящие. Дайте им один раз столько мороженого, сколько они хотят. Или пиццы. «Девочка войдет об истории кино, и там некоторые пародии о истории кино». «Девочка, это твой галстук!» «Давай!» «Девочка, это твой галстук!» В Камерном театре «Колк Хьюз» в историческом центре Антверпена. 23 октября не было свободных мест. Было замечено много бельгийских бабушек. Наш театр всегда играет спектакли с нидерландскими субтитрами. «Девочка, это твой галстук!» «Девочка, это твой галстук!» «Девочка, это твой галстук!» До и после спектакля в уютном кафе собралась русскоязычная община города и окрестностей. Праздник непослушания – 25-й спектакль Театра Антерпиза. По секрету дети уже репетируют новую сказку к Новому году. А пока занавес открывается. Спасибо большое. Рады вас всех видеть. Пожалуйста, включите звонки своих телефонов, чтобы наши юные артисты не слились со слов. Вот, и смотри, вам все хорошо показать. Спасибо большое. Буквально пару минут терпения, и мы начинаем. Репка! Смотри, что я нашла. Репка! 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 Дорогие дети, нам надоели ваши капризы. И неблагодарность. Мы устали от вашего непослушания. Мы уходим и вернемся тогда, когда вы изменитесь. Ваши мама и папа. Ничего не понимаем. Мы что, плохие дети? Как же мы теперь будем жить? Мы же умрем с голодом. Да нормально мы будем жить. Ура! Слово! Теперь нам не попадется за то, что мы опоздали в школу. Ух ты! Зумей! Наверное, он засыпется за ветку. Надо ему скорее помочь. Спасибо тебе, малыш. Как тебя зовут? Меня зовут ужасный ребенок. А что же ты такого ужасного натворил? Я долго рассказывал. А почему ты стоял в углу? Мне мама написала, что я слишком люблю морозы. Обычные истории. Я еще не встречал малышей, которых бы никогда не наказывали родители. Но, впрочем, я знаю одно место, где с этим давно покончено. Я сейчас как раз собирался туда лететь. Да вот, зацепился за водосточную трубу. Пожалуйста, возьми меня с собой. Ну, а почему бы и не захватить тебя с собой? Вместе-то веселее будет. Цепляйся за мой хвост и держись крепче. Маленькие дети, нам хочется гулять. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно побоять. Тем, кто за нас в ответе, давно побоять. Маленькие дети, нам хочется гулять. Потом говорят, что казнь. Корочек-портинусы. А ребята, вам хватит! Устал я от дракона. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Корочек-портинусы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Устал я от дракона. А бусы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Корочек-портинусы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Устал я от дракона. А бусы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здесь нет замерных хип-петов. Эй! Куда ты везешь? Я там стоял. Не стоял, стоял. В мире будет больше радости, Если будет больше сладостей, Лимонада и пирожных, Шоколада и конфет. Это просто наслаждение, Это просто объедение, Для детей на целом свете Ничего вкуснее нет. Там пустошное падение, Поднимает настроение, Вместо счет и мамы, Как жить. У Небески вновь всегда Шоколадцы и эго-петы, На замене все омлеты. Когда взрослым мы об этом, Не расскажем никогда. Что с тобой? Ты так внезапно ушла, Когда наловили кота? Кстати, они-то Нас не поймали, Потому все куда-то разбежали. Мне так плохо, У меня все болит, Голова, горло. Да у тебя же температура. Да, мне то холодно, То жак. То холодно, То жак. Город уложил свои нормальные Шоколадцы появился Тушистый хлеб, А молочный, Свежее молоко. Да, но на первом черкуроте Пятого А-класса Десять часов утра Ведет ученика, Сидевшим на проседине партии, Улетела себе белая твойка. А Ребка нашел Ведь дедушки в старом ящике Тюпе желтой краски И сразу пошел искать кота. И все началось с начала. Аплодисменты 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 Надоело нам жить по указке Надоело По сумке ходить Не будут видам Чужие подсказки Не желаю уроки зубрить Мы разумные умные дети Нам родители не упадут И сегодня Знак мы заветим Залегляет Кто пробует Сейчас Дети послушания Дети послушания Дети послушания Дети послушания Дети послушания Дети послушания Вот это ого-го-го Дети послушания Дети послушания Дети послушания Дети послушания Дети послушания Один Дети послушания Дети послушания Супер. Дети были супер. Все было супер. Спасибо большое всем. Спасибо. Обалдеть. Браво, можно сказать. Это не передаваемо. Особенно, когда участвуют твои собственные дети. Так, держай. Шикарно. Я в восторге. У меня просто нет зла. Все такие молодцы. Дети просто, ну, один лучше другого. Как бриллиантики просто сияли. Такие все уникальные. И самое главное, они настолько свободно себя чувствуют на сцене. Это вот прямо их жизнь. Я просто в восхищении. Молодцы. Браво, браво. Дети. Изумительные. Хорошо. Так хорошо теперь, когда уже все закончилось. Надеюсь, что было хорошо, что зрителям понравилось. Самое главное. Тебе понравилось выступать? А что тебе больше всего понравилось? Цветы. Цветы ей больше всех понравились. Настоящая девочка. Вот так. Вот самая наша юная актриса. Так что приглашаем вас всех на следующий спектакль. Спасибо всем зрителям, которые пришли к нам в гости сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо.